проект асинхронные двигатели дойнова развивается очень высокими темпами технология совмещенных обмоток славянка является уникальным своем роде и главное востребованным продуктом благодаря ее использованию мы получаем эффективные мощные и энергоемкие электродвигатели с увеличенным ресурсом эксплуатации спрос на наш продукт продолжает расти и в связи с этим проект дойнова активно посещает разные города организуя встречи презентации где каждый желающий может более подробно ознакомиться сутью проекта и задать свои вопросы одним из таких городов стал новосибирск который мы посетили 17 ноября в ходе встречи помимо выступления членов команды проекта партнеров и инвесторов слово взял осипов анатолий георгиевич один из лицензированных обмотчиков который модернизирует электродвигатели на славянку с 2013 года целом он занимается электродвигателями уже 10 лет анатолий георгиевич рассказал о своем знакомстве с дмитрием александровичем дуйновым и его технологии об успехах которые ему удалось достичь благодаря использованию совмещенных обмоток типа славянка в работе и о сотрудничестве с командой проекта ну а с вами был александр сударев не забудьте подписаться на канал и поделиться этим видео с друзьями приятного просмотра а у нас присутствует один из лицензионных обмотчиков как только я рассказывал это человек непосредственно работа из технологии анатолий георгиевич хотите скажите пару слов это человек который непосредственно занимается именно привыкли его на гемотаре по славянке расскажите о себе как давно вы знаете продвинул начнем с того что скажем так по призванию я инженер мое время их к счастью еще готовили значит технологии совмещенных обмоток было известно еще в начале прошлого века я заинтересовался этой темой где-то в 2008 году пробовал так и так и прочее всяко-разно значит ничего не получалось у меня толком пока значит не вычитал в интернете про дмитрия сандровича дуянова у него уже был наработан материал по этому поводу мы с ним созвонились подружились скажем так первый свой двигатель на славянке я сделал в декабре тринадцатого года в четырнадцатом году с компанией аспп подписали договор на сотрудничестве то есть я не лицензиат я работаю с компанией аспп занимаюсь исследованиями в области общекомышленных электродвигателей ну наверно интересует людей так сказать из первых уст какие результаты ну вот например да пятнадцатого нет в конце четырнадцатого года тоже да я сделал значит ну например 30 киловатт полторы тысячи оборотов двигатель стоит на дробилке отходов полиэтилена значит ну я не буду рассказывать там про реактивную энергию но то что такое активное наверное все понимают мы за нее платим по счетчику так вот при минимальной загрузке тогда когда уже весь продукт был раздроблен экономия активной электроэнергии составляла двадцать три процента в начале загрузки тогда когда значит двигатель потреблял двигатель потреблял наибольшую мощность для того чтобы провернуть раздробить значит экономия активной энергии составляла сорок три процента вот я сейчас работаю с ребятами эстонска значит их тоже заинтересовали эти двигатели значит сделали у них проблема с двигателями которые стоят на перекачке мазута вот потому что при отрицательных температурах мазут густеет шестеренчатые насосы для того чтобы провернуть все это дело это уволят и верещат значит сделали первый двигатель на славянке получилось значит экономия активной а вернее не активной там ребята просто замеряли потребляемый ток так вот потребляемый ток уменьшился в два раза и что для них было очень важно пусковой ток уменьшился почти в три потому что когда несколько двигателей включаются одновременно да пусковые токи большие ну бывает вплоть до того что подстанции вышибают значит я занимаюсь чисто скажем так исследовательской работой тогда когда какой-то какой-либо проект выстреливает серьезный да я занимаюсь им тоже вот сейчас например делаем двигатели вентиляторов которые работают в камерах сушки беломатериала при температуре 95 градусов изначально там стояли немецкие двигатели компании WEM ну год максимум полтора не выходили из строя значит первый двигатель они мне прислали для исследований не сгоревший я снял все все что мне нужно было значит сделали ну результат такой сейчас эти двигатели успешно работают при температуре 95 градусов мало того что они не горят они еще экономят электроэнергию то есть потребляемый топ с 24 ампер стал ниже 18 ну таких примеров можно привести много для желающих так сказать имеющих серьезные намерения в области скажем так общепромышленных двигателей да ну я всегда готов к сотрудничеству Телефон Телефон пожалуйста можете записать кому интересно 8-913-915-67 Осипов Анатолий Георгиевич 913-915-67-01 это я наверное наполнение я не оратор а буду перед руке твоей выступать так что в общем то еще раз будьте добры что телефон 913-915-67-01 а как вас зовут еще раз Осипов Анатолий Георгиевич ну я для того чтобы что тут можно выстрелить в деньгах ну вот тот же двигатель допустим 30 кВт полторы тысячи оборотов да если такой двигатель будет работать в системе ЖКХ в качестве насоса там где он работает 24 часа в сутки 365 дней в году при стоимости электроэнергии ну это еще на те времена 3,5 рубля за кВт такой двигатель будет экономить в год 320 тысяч рублей один двигатель если где-нибудь там в котельной стоит 10 двигателей ну будет соответственно в 10 раз больше более у меня а как это рассчитано что он столько сэкономит на 40% уменьшили или вот так же да ну а как вы вот говорите в номиналной резине работает что у него КПД на 40% возросло у него и так было там 90% знаете я сейчас не буду вдаваться в КПД да вот все вот зацикливаются на этом КПД я давно отбросил вот это вот всякий КПД там ну это скажем так мягко говоря недоразумение прошлого века вот потому что наибольшую скажем так достоверную информацию о двигателе о его энергетических характеристиках даст не КПД даст значит допустим либо ток либо потребляемая активная мощность либо полная мощность в единицах на единицу создаваемого момента на двигателе на валу этого двигателя а КПД это вот моментальная характеристика да ну вот складывают ружья и кок и говорят сколько у нас будет пушек а он работает с частотниками значит двигатели двигатели на славянке успешно работают с частотниками но частотники должны быть с векторным управлением не скалярная а векторная вот когда говорите 320 тысяч экономили он работает с частотником нет я я просто привел пример если такой двигатель будет работать в системе ЖКХ он работает но работает он с частотным преобразователем вот я понял но мы делали с частотным преобразователем двигатели делали 90 кВт тоже полторы тысячи оборотов значит для кириешек там в связи с тем что там некому было подстроить этот частотник да вот то есть параметры они его оставили так как он был то есть там на частоте 45 герц у них экструдер этот вращается с определенной скоростью все вот можно было бы подстроить этот частотник но специалистов у них нет оборудование импортное там чуть ли не с ружьем вокруг него ходят чужих не подпускают ну ладно это у нас просто-напросто на частотнике показала рабочий ток упал со 120 ампер стал меньше 100 это это показал частотник ну а там крутить его нам к сожалению не дали друзья вы можете задавать вопросы не стесняться потому что на самом деле сейчас достаточно уникальное на наших презентациях впервые есть возможность подобного человека задать вопрос в других городах они проезжали но все равно если есть возможность регулировать частоту если есть предмет можно получить 8000 на станциональных моторах мощностью порядка 6 тысяч ватт это . кроссийского оборота 8000 был поделиться ровно просто можно поделиться именно 8000 да да согласен счетчик остановился Начало начаться назад большой стационарный, механический, 6 кВт, подальше 3 фазы питания, получается у нас 1000 кВт питания, 3 фазы, это стандартное шахтовое питание, и получается с тезисторного возбудителя, мы снимали, я когда начал фазами регулировать, получилось так, что порядка 100 Вт на статор приходило. Ну, я скажу, значит, с высоковольтными двигателями сейчас проводится работа, значит, мой товарищ работает в Европе, там, правда, крутятся деньги Саудовской Аравии, ребята решили зарабатывать на халяву, значит, в Индийском океане у них плавают острова, из пластика, они решили их собирать в море, перерабатывать, перевозить на берег уже сухое сырье, вот, делается, значит, генератор на 600 кВт, на 6000 Вольт, но переделывают его на 380 Вольт, чтобы он не давал напряжение. Это синхронный генератор? А? Синхронный генератор? Асинхронный. Асинхронный вы занимались генераторами? Значит, сейчас у меня вот этим направлением я начал заниматься, асинхронными генераторами, поскольку там тоже можно получить весьма любопытные результаты, есть, скажем так, потенциально, кто был бы потом в результатах заинтересован. Ну, например, в Швейцарии, в кантонах, там у них эти вот фермы в горах, их много, а электроэнергия не подведена. Где ее брать? Генератор? Топливо дорогое. А речь кого-то наряду. Опустил и бери. Ну, там и ветро. Да? И ветрогенераторы еще. Ну, там и ветрогенераторы, да. Ну, в принципе, генераторами, исследованиями свойств асинхронных генераторов я сейчас тоже начал заниматься, потому что, ну, есть смысл и есть интерес для меня. Я по натуре, мне надо все время чего-то вот делать руками, не просто делать руками, а смотреть, чем сделанное мной будет отличаться от того, что было сделано до меня. Ну, вот, как шилом в одно место колят, и не могу никак успокоиться. Вот таких придурков готовили в советские времена, инженеров из них делали. Еще у кого-то есть вопросы? Да, с частного сектора, допустим, сгорел двигатель, можем к вам обратиться на перемотку? Значит, я вам скажу так. Что значит для частного сектора? На 220 вольт? На 380. На 380. Значит, у меня нет времени заниматься единичными двигателями, да? Поскольку трудоемкость укладки, перемотки на «Славянку» несколько выше, чем на «Классике», вот, ну, для человека по одному двигателю нет смысла делать, ну, для меня. А знаете, кто делается? На «Славянку»? Да. За «Уралом» больше никто. А обучение не собирается? А? Обучение намотчиков не собирается? А как же ходить у «Ежеведа» мотору? Ну, у «Юнового», если это... Нет, мотор колесо — это другое, и мотор через «Долго». Мы в это время будем укладываться не руками, а на штанке. Значит, по поводу обучения. Ну, скажем так, вот я занимаюсь определенное количество лет, вложил определенное количество сотен рублей в это дело, да? Время, материалы, труд. Теперь обучать. Кого обучать? И для чего? Для того, чтобы обучить, ну, просто так вот... Мы учили девушку танцевать, да, а ее палет потом не берут. Точно так же и с обманчиками. Для чего учить? Для того, чтобы учить, нужен, чтобы был рынок сбыта. Вот я сейчас научил своего соседа. Он 47 лет, безработный, токарь хороший. Вот. Но нет работы. Вот он работает, зарабатывает сейчас деньги. Да? Но эти деньги платит нам дяденька из Голландии. Для чего учить? Кому? Чтобы люди обращались. Для внедрения Широкова. Проект же рассчитан на, как бы, именно скорость большого внедрения. Вот, знаете, я обращался, значит, в нашу мэрию, в правительство Новосибирской области. Ну, правительство Новосибирской области мне сказали, значит, так что вы от нас хотите? Чем мы вам можем помочь? Я говорю, мне не надо помогать, это я вам хочу помочь. Мне сказали, нам не надо. Не надо нам помочь. Так а мы говорим, что надо. Да, да. За деньги помогите. Значит, все равно этот процесс не остановить уже. В департаменте промышленности, торговли, несколько лет назад собирали там, ну, тот же Горводоканал, Гороэлектротранспорт. Я рассказывал, что можно получить, да? Вот. Ну, ребята сказали, так а почему, собственно говоря, вот, перемотка на Славянку должна быть дороже, чем перемотка обычного двигателя-то? Вот. Ну, глупый вопрос. А во сколько дороже примерно? Многие не знают налоги, поэтому это разу. Во сколько дороже примерно? Насколько дороже? Ну, все индивидуально. Ну, в среднем, диапазон. Примерно раза в два. Диапазон? Да, минимум в два раза. Ну, дело в чем? Если вы в год получаете 320 тысяч рублей экономии, да, вот. Пусть вы даже 150 тысяч заплатили за перемотку двигателя, вот. Если вы просто перематываете его на классику, да, вы просто-напросто эти деньги потеряли, потом двигатель опять у вас сгорит. Однозначно. Здесь вы, значит, через полгода эти деньги вернули, так? И следующие полгода начинаете, значит, экономию ложат себе в карманы и смотреть, насколько он отдувается. А во сколько раз, примерно, ресурс растет? Во сколько раз? Да. Ну, есть такой закон, что ли, эмпирическим путем выведен, что увеличение собственной температуры нагрева двигателей на 10 градусов снижает срок службы в два раза. А здесь температура двигателей снижается на 15, на 20, на 25, на 30 градусов. Срок службы увеличивается. Уменьшаются электромагнитные вибрации в самом двигателе, что способствует большей продолжительности работы подшипников. Уменьшаются токи ФУКО, уменьшается реактивная энергия, которая полезной работы не производит, но просто нагревает подводящие провода, кабеля и вся на свете. Ну, эмпирически, в среднем, какие цифры? Ну, знаете, вот, значит, все, что мы делаем, мы даем гарантию два года. Вы перематываете только один свой мотор, который вы делаете за все время? Значит, за все время я перематывал свои моторы, но это были не на славянке, это были двигатели холодильных компрессоров промышленных. Дело в том, что мы с сыном практически, ну, скажем так, держим монополию в этом направлении. И нам возвращались пару раз двигатели, значит, но не из-за того, что они просто сгорели, да, а из-за того, что там подшипники просто-напросто раздвоились, и статор стал задевать арутер. Вот, но этим двигателем, вот, первые двигатели, когда холодильных компрессоров мы сделали, значит, первые работают уже вот 14 лет. А вот компания «Сименс», которая, ну, производит там где-то порядка 80% в мире этих двигателей, да, значит, нам попадались 7 двигателей, которые раньше работали там по 20-25 лет, ну, потом они, значит, технологию улучшили, двигатели стали работать 7-8. Вот. Да, но этого, это было, видимо, не то, улучшение или недостаточное, они ее еще раз улучшили. Сейчас их двигатели на холодильных компрессорах работают 4-5 лет, вот, а наши работают уже 14. Ну, видимо, темы не хватает у нас вот так вот улучшать технологию. А все делается специально для того, чтобы постоянно покупать? Ну, это у них делается постоянно, а у нас вот как-то предата в виде совести есть, еще никак не можем от него избавиться. Все-таки ориентиры могли бы назвать именно рост ресурса, грубо хотя бы? Ну, для того, чтобы его назвать, надо сказать, что вот я вот перемотали вот двигатель, да, вот он 20 лет отработал, вот. Но я свой первый двигатель намотал в декабре 13-го года. Но они свои, если есть информация такая по общей, как бы, по конкуренции? Ну, вот, Тузинов, кто бычер перематывал в 95-м году двигатели, они до сих пор работают. Ну, пройдет еще 120 лет, ну, мы скажем, что да, вот, прибавим еще 120. Там же кофициент 2,5 ресурса, у изучения ресурса же проходил информация. По идее, как минимум, ресурс должен быть минимум в 10 раз. Это так, примерно я прикидываю по своим расчетам. Как минимум в 10 раз. Если он должен работать 5 лет, можно умножить на этот срок, действительно? Ну, что значит, вот, ну, вот, да, вот он должен работать, но у нас сейчас вот электрики, да, ну, большие специалисты по вкручиванию лампочек. И когда они подключают двигатель, они не смотрят на шильник, что там на нем написано, что нарисовано. Все двигатели должны быть соединены в звезду и никаких. Потеряют фазу. Вот соединяя двигатель не так, как надо, вот, ну, ты ему хоть позолоченный дай. Ну, мы долго, говорю, дураку одна штука. Все равно сломает. Да? Так что, вот, как сказать про ресурс? Все зависит еще от конкретного использования. Нет, ну, какая-то просто статистика за... Сколько он уже занимается? Лет 15-18 сам разработчик? У него нет такой статистики? Ну, я говорил, вот, свой первый двигатель, он в 95-м году намотал, они до сих пор работают, где-то, в Донецке, да? Ясно. Все, спасибо. Да, я живу в Новосибирске, живу, работаю в Пашино. Там у меня небольшая мастерская своя, своя работа ему вдвоем с сыном. Я зарегистрирован в качестве ИП. Так что, если кому-то надо, мы можем работать по безналу. У меня, что лет можно сдаться в каждую электрооборудованию, в каждую сеть, в каждую сеть, в каждую сеть, в каждую сеть, в каждую сеть. И он ушел, значит, доучиваться к последнему в городе специалисту по перемотке больших двигателей постоянного кока. Ну, пожалуйста, студентам-то и надо рассказывать. Ну, вас и пригласим. Пожалуйста. А наши ИПС участвуют? Вы на юстиции проекта. Значит, на начальном этапе я вкладывал деньги в этот проект. Ну, не для того, чтобы мне потом акции нужны и все прочее, да? Ну, на акции сколько там? Ну, я не знаю. Ну, пусть 30% будут дивиденды, да? 50, говорили. Ну, пусть 50, да? Вложив эти деньги в себя, я дивиденды получил 250-350. Зачем она? Мне дивиденды тем не нужны. Я вкладывал, чисто так сказать, поддержать Дмитрия Александровича. А потом он мне сказал, не надо, без твоих денег обойдемся. Ты вот развивайся, занимайся, покупай приборы, то есть все, пятое, десятое, что тебе надо. Потому что результаты исследований, это намного важнее, чем деньги. Что такое деньги? Деньги это бумажки. А технологии, знания, это бесценно. Они реализованы должны быть, а так это тоже ничего. Правильно. Останутся у вас в сети. Я извиняюсь, с кем у нас в стране вы что-то хотите реализовывать? Вот с вами и хотим. А со мной? Мы откладываем. Конечно. Ну, пожалуйста, давайте. Телефрог, да? Да, пожалуйста, давайте. Я, понимаете, в чем дело? Я только за, за то, чтобы поднимать страну из... Ведь придет время, ее же опустят вообще. Ее давно опустят. Ну, она... Так люди же это и есть страна, так а вы с людьми-то не работаете. Глубины падений нет. Вот. А поднимать-то ее надо будет. А с чего? Чем? Ну что, опять лопатой, лугом. Нужны технологии, которые будут востребованы. И специалисты, которые вы разбирали. И специалисты. Вот. Так вот поэтому... Не надо учить по этому. Да, да, да. Я и учу. Вот у меня есть сын. У меня есть... Замечательно. Ну, он есть. Один он будет. Короче. Среди толпы какой-то. Вопрос закрыт, можно продолжать. Вот вопрос. А что, спроса нет? Какие хорошие двигатели? Там перемотал классно. Здесь перемотал классно. А больше никому не перемотаю, потому что невыгодно мне с вами работать. Ну, у нас Новосибирск миллионник. У каждой семьи по движку. Вы говорите, с частным сектором не работаем. Там какие двигатели? Да какая разница, какие? 2,2 киловатта. И что? Ну, вообще эффективность, говорили... С 2 киловатт вы получите экономию 200 ватт. Так это же все равно экономия. Ну, это для вас экономия. Ну, так а мне она и нужна. Нет, если вы готовы один раз заплатить деньги, а потом готовить будете бесконечное количество. Так а мы и говорим, давайте мы вам заплатим, а нам говорят, так я не работаю с частным сектором, зачем мне это надо? Я не учу больше никого, потому что это займет нишу мою. Зачем мне это надо? Друзья, друзья. О чем мы говорим тогда? Давайте следующим образом поступим. Смотрите, у нас после этого мероприятия будет время, все могут пообщаться, то есть чтобы формат обсуждения, чтобы был как бы это... Кому интересно отвечу. Да, то есть никто не расходится, да, сейчас еще там 10 минут на вопросы поотвечаем, потом будет общение. Вот, и все, можете обсудить. Вам спасибо большое, это на этом можно закончить. Очень было интересно, спасибо.